История казахстанской полиции В этом выпуске мы хотим рассказать об этих людях, в частности на примере городской службы, которая берет свое начало еще в 1840 году. Я знаю, что в департаменте полиции есть замечательный музей, где собраны интересные экспонаты и есть материалы, посвященные именно городской полиции, которая очень, так же как история города, очень богата. И у вас есть интересные данные, информация, материалы. Могли бы поделиться с нами сегодня? Конечно. Наш город официально получает титул города, согласно царскому указу, в 1807 году. И вот для поддержания правопорядка на улице города Петропавловска в этом же году, 7 сентября, назначается первый городничный, то есть начальник города, отставной майор Левашов. К нему прикомандировались 10 инвалидов-солдат, которые как раз и патрулили по улицам города Петропавловска. На содержание полиции, кстати, вот этих вот инвалидов-солдат выделялась очень большая сумма денег, потому что нужно было обеспечить действительно круглосуточную охрану улиц города Петропавловска. Первый полицейский, настоящий полицейский, появится в городе Петропавловске в 182 году, в 1840 году. Как раз в то время Петропавловск будет входить в состав Тобольской губернии. Военная крепость потеряла свое значение, коммендация была отменена, и все полномочия были на городничество, то есть на главу города Петропавловска. У нас была поддержка, которая обеспечивала правопорядок в городе. А уже официально органы полицейских полицейских в городе Петропавловске 154 года тому назад, в 1868 году, когда будет создан Петропавловский уезд, и Петропавловск станет центром Петропавловского уезда. И вот тогда союзов Петропавловске две полицейские управы, городская на город и уездная на уезд. И уже вот конкретно разработаны штатные должности и той, и другой полицейских управ. Во главе каждого права будет стоять пристав. Если у нас есть интересный документ, это фотография здания, где работали царские петропавловские полицейские, вот начиная с 1868 года по 1917 год. Это улица Пушкина. Вот рядом стоит здание нынешняя Каспочта, бывший главпочтамт. А за ним начиналось по улице, тогда улица считалась Почтамская и Полицейская, вот находилась полицейская управа. Все от этого здания, вот эта часть здания красуется на улице Пушкина прямо напротив Вечного огня. Вот здесь видите еще один очень интересный документ, называется «Клятвенное обещание». Это прообраз нынешней полицейской присяги. Вот такое клятвенное обещание подписывали все наши петропавловские полицейские. Каждый клялся, как и сегодня клялся нынешние современные полицейские, до последней капли крови, не щадя живота свою, хранительную тяну выполнять свои возложенные служебные обязанности. Вот первый печатный орган полиции, вестник полиции, сдавался он тогда в том далеком Санкт-Петербурге, той большой огромной России, и на почтовых каретах вот таких вот доставлялся в уездные города, в том числе и в наш Петропавловск, и раздавался в полицейскую городскую управу и в уездную управу. Здесь печатались первые документы, вот тоже можно видеть их, выдержки этих документов, как пользоваться оружием, как освещать в средствах массовой информации деятельность полиции, потому что это нельзя было скрыть от глаза людского, и нужно было показывать, да, конечно, свои какие-то достижения в области охраны общественного правопорядка. И даже есть оружие, да? А это вот, да, это очень интересное оружие, оно все подлинно, естественно, и оно выпущено знаменитыми сегодня Тульским оружейным заводом, раньше назывался Тульский оружейный, Петра Императора Великого оружейный завод. Вот этот революр выпущен в 1906-1917 году. Вот такие революры выдавались только высшему начальству состава полиции. Это кому? Это приставу, конечно, естественно. Ну а простые наши петропавловские полицейские имели при себе алюминиевый свисток для подачи сигнала, камча, это типа современного кнута. Ну и редко сабли. Вот это было главное оружие полиции. Это оружие станет, кстати, первым оружием и наших петропавловских милиционеров в 1917 году. Да, представить сложно полицейского сабли. Ну вот полиция просуществовала до 1917 года, естественно, когда пришел к власти народ, тогда было подписано первое как раз народное вот это постановление, да, называется «О создании рабочей милиции». Естественно, стали создавать милицию из числа рабочих, крестьян. Почему не дали название милиции? То есть, коли все старое, прошлое убрали, то убрали и название. И вот на основании вот этого постановления пришла вот такая территория программа «Наш Петропавловский СОВДЭП». И уже в конце ноября 1917 года у нас в Петропавловске создается первый отряд, такое красивое название, Петропавловской советской рабочей крестьянской красной милиции. И возглавлял этот отряд Юрас Федор Кириллович, простой рабочий, котельского локомотивного депо станции Петропавловского, член Петропавловского СОВДЭПа. Что это был за отряд? Стихийно сформировали группу вооруженных людей для охраны общественного порядка. Ну, вы, наверное, знаете из истории, что очень долго у милиции рожденницы было очень долгим таким процессом, длинным процессом. Не было формы. Первая форма у милиции была вот эта солдатская форма. Вот она, гимнастерка. И вот такая вот идет буденовка. Форма появится гораздо позже. Ну, а чтобы отличить дежурищую по улицам рабочего, или крестьянина, наносили красные повязки. Но мы должны гордиться, что наш Петропавловский СОВДЭП принял очень мудрое решение. И у нас в начале 1918 года уже было принято решение изготовить первый отличительный на рукам зак Петропавловского милиционера. И он был быстро изготовлен. Имел он форму красного треугольника. Внутри три буковки ПНМ, сукшена Петропавловская народная милиция. И пришелся он на левых руках. Это место, где так и осталось. Место, где носит судья шеврон, все Петропавловские полиции. Поэтому наш Петропавловский милиционер получил этот знак отличительный гораздо раньше, чем этот знак был введен тогда в большой России. Как интересно. Первая присяга советского милиционера, она в принципе тоже самое. Суть и то, что было в Клятном обещании, что и сегодня происходит. То есть действие говорит о том, что он должен добросоверить свою служебную обязанность. И если нужно, то не сейчас в своей жизни защищать мирных граждан. Интересно. И это люди, которые в принципе... Это первые народные комиссары внутренних дел нашей республики Казахстан. На плечи нашей Петропавловской милиции, кроме охраны общественного порядка, борьба с уголовными элементами, была возложена еще одна большая миссия. Это борьба с бандитизмом. В годы Гражданской войны Петропавловский уезд оказался в руках белочехов и полтора года на территории нашей зазвезды белогвардейцы. Поэтому первым, кто встал на защиту, это был, конечно, отряд Петропавловской милиции, который практически все погибли, попал в плен и Юраса. Федор Кириллович, но по чистой случайности и по ошибке конвоира, он после очередного допроса попал не в камеру смерти, где находился, а в камеру для военнопленных. И когда уже подходили части 5-й Красной Армии для освобождения Петропавловского уезда, то он был отправлен, попал в другую камеру и в составе военнопленных в первом этапе был отправлен в город Кустана в лагерь для военнопленных. Вот так он остался живой, поэтому мы и могли бы создать историю тех далеких событий. И только в конце октября 1919 года Петропавловский уезд был осложен от белочехов. Здесь у нас подлинное оружие того времени. Здесь ствол от чешского пулемета, это штыки от карабинов, это Смит Вессон, это Тульский Коровина. Это все было найдено во время добычи песка на реке Ишим, его железнодорожный мост через реку Ишим. Это место, где было самое первое сражение между мятежниками и защитниками нашего города Петропавловска. Я знаю, что их потом расстреляли, всех собирали вместе, да? По-моему, я так помню из истории. Собрали в одном месте, расстреляли, и там же общая могила была. Нет, вы знаете, это, я вам сейчас скажу, Белокулатского мятежа. Здесь у нас тоже есть памятные места, где захоронены участники, вернее, защитники этого города Петропавловска. Это, знаете, вот по улице Жамбыло, напротив, где дельфин и спортивная школа. А напротив есть скверик перед церковью, там есть братская могила с такой звездочкой красной, да? Так вот, там похоронен супруг первой женщины, сотрудницы Петропавловска, городского длина милиции, Елизаветы Кравченко, Василия Кравченко. Когда части 5-й Красной, они подходили уже к городу Петропавловску, что делали белогвардейцы? Они выводили частями из нашей Петропавловской белой тюрьмы военно-пленных и расстреливали. Так вот, как раз вот там, в Дубровском городе, находятся 15 расстрелянных военно-пленных, в том числе Василия Кравченко, которые были убиты с 14 апреля 1918 года. Остав пулемета вот за этого полета убивали как раз вот белогвардейцы. То есть этот пулемет принадлежал нашим защитникам, нашим красноармейцам нашего города Петропавловска. А вот как раз второй мятеж, Белокулац, который вспыхивает у нас в феврале 1921 года, вот он лег на плечи практически нашей Петропавловской городской милиции. Три дня шла оборона города Петропавловска, с честью выдержали нашу милицию, хотя многие, конечно, погибли. И город удержали. И вот у нас есть памятное место на городе Петропавловске. Это на территории нынешнего драмтеатра. Вот такой мемориал сегодня установлен на бронзовой лошадке и скачут красногвардейцы. Вот раз под этим памятником и находится Братск Моила, где покоятся и убитые наши жители города Петропавловска, и большевики, и потому что наши милиционеры. Вот ведь далеко не... Все знают об этом факте. Сколько вот мы знаем, рассказываем об истории города, и на этой площади рассказывают и памятники, там есть несколько, да? Но вот об этом факте, кстати, вот вы первые. А вы знаете, когда-то, когда-то на этом месте лежал большой такой высокий-высокий гранитный камень. На нем была табличка, где находится Братск Могил, где покоятся жертвы Белокулацкого мятежа. И вот видите, вот сколько погибло у нас за три дня. Сотрудниками милиции всего просто дало 58 сотрудников, 47 погибли, 5 ранен, 6 пропали без вести. И оружие, которое могли убивать наших милиционеров. Естественно, все у нас самодельное. Все у нас самодельное, да. Это и нунчаки, это и самодельные ружья, и обрезы, и различные вот видите цепочки, это свинцовые наконечники, ну и все прочее. Все, что можно было использовать, шло в ход. И вот как раз после этого Белокулацкого мятежа, как раз когда погибло почти 75% личного состава Петропавловской милиции, и вот тогда после этого начнется формирование настоящей уже нашей Петропавловской милиции, это как раз упадет уже на конец 20-х годов. Я знаю, что в истории, конечно, полиции немало таких вот фактов, да, героических подвигов полицейских и в поздней истории есть, да, у вас. Расскажите о тех людях, которые действительно, ну, наверное, заслуживают того, чтобы о них помнили сегодня. Это те, кто погиб в мирное, как мы говорим, погиб в мирное время, защищая мирных граждан, да, и отдали самое дорогое, свою собственную жизнь. Да, такие примеры у нас есть. Самый молодой сотрудник милиции города Петропавловска это Есимов Газис, который погиб в 22-м я, 51-го года в нашем парке, который находится в далеко от нашего департамента. Видено звание, рядовой. Не успел получить звание, потому что только год отработал после службы в армии. Но мечтал стать офицером. Вот видите, здесь его заявлено, этот рапорт его, где он просит направить на учебу в школу. Он и хотел стать офицером. Но мечте сбыться не суждено было. Вот при задержании двух пьяных хулиганов, ученившую драку на танцплощадке, он получил смертельное ножевое ранение в область шеи. Сегодня его имя носит аллея молодых сотрудников на территории нашего первого здания департамента, которое было открыто. Как раз впервые в нашей области проводился республиканский слет лучших полицейских Казахстана. Это 10 июня 2016 года. Здесь видите фотографию сержанта милиции города Петропавловска Юрия Алексеевича Медведева, который погиб 16 декабря 1963 года, тоже при исполнении своего служебного долга. При задержании уваженного преступника получил смертельное огнестрельное ранение. И вот впервые в истории нашего города Петропавловска, нашей области и нашей милиции было имя погибшего сержанта увековечное название улицы в городе Петропавловске, существует с 1964 года. Она сегодня находится, идет от ЖД вокзал, мимо автовокзала. На этой улице находятся две наши достопримечательности. Это Ботанический сад и Парк Нептун. Поэтому все экскурсанты очень легко запоминают, кто такой Юрий Васильевич Медведев. Да, и здесь, конечно же, хранятся вещи личные участкового Щербакова, который погиб от рук дебошира. И он даже был орденом за личное мужество награжден. Установлена и памятная доска ему. У нас сегодня пять улиц носят именно погибших наш милицерф, одна улица носит имя ветеранов Веки Отечественной войны. Ну и в память о каждом из них у нас установлены мемориальные доски, мемориальные комплексы. Вот перед департаментом, вот на территории УП города Петропавловска, в районах, в районных центрах. Так что память о погибших ветеранах наших чтится нашими молодыми сотрудниками. Я думаю, что это будет вечно. В фондах нашего музея есть один очень интересный экспонат, который подчеркивает, сколько славных дел на счету Петропавловской милиции за годы существования милиции тогда города Петропавловска. Здесь видите, какое красивое знамя написано, грандиционно милиции города Петропавловска. А вручено оно было, естественно, вновь это дело Казахской ССР, как раз вот нашим ребятам, как символ доблести, чести, славности вот с этой почетной грамотой за высокие показатели служебной деятельности. Оно очень красиво, ручная работа, именное конкретно. Вот видите, сколько лет мы берем, храним его в нашем музее. Но и сегодня наши полицейские города Петропавловска также с честью несут свой служебный долг, стоят строгосты на страже законы и правопорядка и тоже получают и ордена, и медали, и профессии лучшие по профессии, звания лучшие по профессии, и так далее, и так далее. Так что марку традиций, да, ветеранов продолжает молодежь сегодня. Также среди наших коллег имеются такие же герои, которые не считаются с личным временем, не жалеют своих сил, обладают высокими нравственными качествами и также несут добросовестную и достойную свою службу. Такие герои имеются и в нашем подразделении. Это Азамат Кабиев и Саят Акпаров, которые, возвращаясь с несения службы, заметили пламя, вернулись, осуществили спасательные операции по спасению семьи. Там были дети, да, я так поняла? Да, там были дети. И, в общем, чудом они остались живых благодаря нашим сотрудникам. Все мы знаем, насколько сложна служба полицейских. И порой у них не хватает времени для своего досуга. И потому служба дает возможность развитию и романтических отношений, созданию семьи. И таких семей в Петропавловске в различных подразделениях служит 25. Одна из них — это семья Торожебитова. Сажда и Кайрат. Они даже сидят в одном кабинете. Кайрат, Сажда, вы вот в этом году только создали свою семью, поженились относительно недавно. Вы познакомились по работе или до этого вы знали друг друга? Вообще наша история началась с 2021 года, когда Сажда перевелась к нам в убойный отдел, где я на какой-то момент работал в должности старшего следователя. И с того момента мы начали ближе общаться, узнавать друг друга. Вместе работали, помогали друг другу. Сплатила эта работа нас. Совместно выезжали на выезда, обслуживали. И с первых дней, наверное, уже я обратил внимание на Сажду, на ее воспитание, на ее уважение к людям, манеры. И понял, что человек подходит ко мне и вижу в ней будущую супругу. Можно сказать, это сыграло большую роль. Взаимно оказалось, да, получается, ваша симпатия? Чем вас привлек Кайрат? Кайрат, в первую очередь, меня привлек своей аккуратностью, а также умением разговаривать с людьми, в вежливом обращении с гражданами, а также своей телеустремленностью, умением поставить свои задачи перед собой, также работоспособностью, внимательностью. Я тоже увидела Кайрата, также Кайрата зовут моего отца, и сразу я увидела Кайрата и вспомнила своего отца. Он по всем своим положительным качествам подходит под описание моего будущего мужа. И я его уже увидела, что это мой будущий супруг. Ваше взаимопонимание помогает вам в работе, то есть совместно, да, поддерживает друг друга? Все-таки работа следователя, она довольно сложная, это вот надо признать? Да, в работе всякое может быть. Конечно же, стараемся помогать друг другу, как и в работе, так и в семейной жизни, дома, в быту, друг друга поддерживаем. Посещаем также секцию волейбола, вместе тоже играем. Даже спорт вас объединяет, это хобби, да, увлечение? Да, даже в спорте. Ну, в общем, все время пытаемся провести вместе, даже если на работе, и так же дома. Не устаете друг от друга? Нет. Скажите, пожалуйста, вот насколько вот ответственна работа следователя? Я понимаю, что это требует же и аналитического склада, и профессионального, юридических, да, знаний глубоких, и терпения, наверное, да, усидчивости, вдумчивости, потому что от вашего решения очень многое зависит, как будет дальше развиваться, да, уголовное дело. В целом, следователь должен обладать такими профессиональными качествами, как честность, открытость, умение работать с гражданами, также должен обладать колоссальным терпением, так как мы, следователи, занимаемся привлечением лица к уголовной ответственности, собиранием и сбором доказательств, а также последующего направления дела в суд, чтобы лицо, которое совершило уголовное понаушение, понес справедливое наказание. И в первую очередь следователю нужно будет самое главное терпение и умение поддерживать контакт с людьми. Наверняка на работе вы проводите очень много времени, да, я знаю, что у некоторых уголовных дел там несколько томов, может быть, да, там и очень толстые, такие папки тяжелые, и очень много работы занимает, и приходится допоздна сидеть, да, работаем. Вот как вы справляетесь с этими стрессами, то есть помогает то, что вы оба работаете в полицию? Да, конечно, помогает, потому что у нас, например, в нашем отделении по расследованию преступления против личности мы расследуем дела категории тяжких преступлений, а также категории особо тяжких преступлений против личности, то есть рассмотренные статьями 99, 106, то есть убийство, причинение тяжкого вреда здоровья, изнасилование, а также преступления против личности. И у нас, конечно, есть нагрузка, но мы справляемся, мы не зря давали клятву при поступлении в органы внутренних дел, и мы знали, на что идем, и знали, какие... Какая ответственность. Да, какая ответственность, какие нас преграды ждут, и мы спокойно и достойно преодолеваем эти препятствия вместе. Как вы вообще решились пойти в органы внутренних дел? Вот такая милая, нежная девушка, сложно представить было, что вот вы сразу хотели быть полицейским. Кто-то повлиял на вашу? Да, повлиял, просто когда я еще обучалась в школе, к нам приходили сотрудники из управления кадровой политики, проводили профилактическую беседу, а также профориентацию. Ну, а вас что побудило пойти в полицию? Ну, в органы внутренних дел я пришел в 2012 году, поступив в Карагинскую академию. Сыграло то, что в свое время мой дедушка, Апендин Гаражгиб, был также сотрудник органов внутренних дел. К сожалению, я его не застал, но по словам родственников многих односельчан, он был очень грамотным специалистом в своей сфере. Да, его уважали, постоянно хорошим словом вспоминают. Был справедливым. Вырос на вот этих вот примерах. Да, что и меня воодушевило пойти в полицию, стать так же, как и он, сотрудник мординных дел. Есть ли у вас примеры, допустим, людей, или, может быть, люди, на которых вы равняетесь, может быть, ваши коллеги, или кто вас, допустим, мотивирует, есть такие вот наставники, может быть, кто повлиял, вот, допустим, показал вам поддержку значимую в работе? Ну, я могу предоставить пример из Алматинской академии в Удаль-Суббик Казахстан, когда я обучалась в качестве курсанта академии. У нас был начальник кафедры уголовного процесса и киминалистики, полковник полиции Обакирована Александровна. Она очень помогла мне в становлении меня, как сотрудника органов внутренних дел. Я бы хотел отметить сейчас нашего заместителя, начальника управления по следственной работе Ахмедярова Алина Криваевича, который встретил меня, когда я закончил академию, будучи простым лейтенантом, следователем, без опыта. Он тогда занимал должность начальника следственного отделения в первом отделе полиции, то есть с первых дней помог своим багажом знаний, опытом, желая таких же успехов, как и он в работе следственной. Сегодня, я знаю, что современная служба, она уже так развивается и технически оснащается. Насколько облегчается процесс? Как сегодня современная служба выглядит? Вот, например, в работе наших следственных подразделений у нас есть такое, ввели в 2016 году новый формат расследования, то есть электронный формат расследования. То есть уголовные дела ведутся в электронном формате. Преимущество ведения уголовного дела в электронном формате, это является то, что минимизация рисков фальсификации доказательств, а также значительная экономия, например, бумаги, что все ведется через базу веб и РДР, а также что возможность ознакомления участников процесса в режиме онлайн, то есть не нужно будет их вызывать в нашу органу судебного расследования, они могут сами посредством своего ОЦП ключа могут ознакомиться с материалами уголовного дела. За 30 лет городская служба, она, конечно, прошла большой путь. Вообще истоки, конечно, стоят еще в средних веках, но вот за 30 лет служба как менялась, потому что претерпела она, конечно, серьезные изменения. И реформы были серьезные, и менялось и техническое оснащение. Вот самое важное, на ваш взгляд, чего удалось достичь? Основа общества – это безопасность. Основа общества и развитие любой экономической составляющей, социальной составляющей – это безопасность, жизнь, права граждан. Поэтому в этом ключе мы работаем. Работа остается, направление деятельности одно, а методы регистрации, методы работы меняются. Есть преимущество поколения, династия, создаются семьи, это очень хорошо. Есть у нас свой трудовой коллектив, где мы друг друга поддерживаем. Это наша вторая семья. Поэтому я считаю, что основа основ – это является служение народу. При любой власти, при любой реформе неизменным остаются наши требования. Законность, порядочность, объективность, открытость и честность. Присягу принимали наши сотрудники. Поэтому верность присяге, честь мундира, честь офицера, она остается во все времена. И сейчас, если задача построения нового Казахстана, это особенно важно, и становится на первое место ставится именно честность, непредвзятость. Я понимаю, даже внедряется новая система, сервисная модель. Да, да, да. Ну, в этой части, конечно, планируется… Это начало-начал. Это мы не можем сказать, что именно открыв модульные посты или опорный пункт, это вот сервисная модель. Нет. Сервисная модель сама полиция подразумевает работу всех государственных органов, которые являются субъектами профилактики. Это и органы прокуратуры, органы местных исполнительных органов, органы образования, здравоохранения. Это все госорганы, которые должны работать, взаимодействовать и профилактировать. Во главу угла сервисной модели полиции является клиентоориентированность. То есть человек, его права и обязанности, конституционные права и обязанности. Мы должны их защищать. В этой части работа большая проводится. Сейчас, вы знаете, по Северокостанской области поставили полностью по всем, это поручение главы государства, слепые зоны. То есть везде поставили видеокамеры. Во всех направлениях деятельности любой службы идет видеофиксация. Наружные службы, видеожетоны имеются. Следственно-оперативные группы выезжают, есть фиксация. В кабинетах, чтобы не было никаких нарушений норм закона самими сотрудниками. Потому что и бывает, надо признать, что и сотрудники нарушают закон. Это же человек, поэтому человек может ошибаться. Неизменно требования, законность и порядочность. К этому мы стремимся. И много делается. Сейчас много реформ внести с внутренних дел. Цифровизация пришла, дебюрократизация. Многие приказы, инструкции будут меняться. Многие процедурные вопросы в рамках следственных уголовно-процессуальных законодательств, в рамках трехзвенной модели полиции, единый реестр досудебного производства. Она будет сокращаться. Меньше процедур, больше процессуальных действий. И все. Вот, конечно, новые технологии используются, да, и все средства, возможные связи с людьми, да, вот, чтобы был доступ к полицейским, да, у людей. Это все понятно. Ну, вот, хотелось бы узнать про традиции. Какие традиции сохраняются и насколько важен опыт ваших ветеранов, наставников? Да, я хочу сказать, что управление полицией есть хорошие традиции. Институт наставничество очень хорошо развит, работает. У нас более 500 пенсионеров, которые состоят у нас на учете. Большой коллектив, да. Почему? Потому что после департамента самое большое подразделение является управление полицией города. Сейчас работает около 750 сотрудников. Субтитры создавал DimaTorzok